У меня вопрос про ребенка. Дочь с трех лет хотела быть ветеринаром. Прям четко шла к этой цели. Ей подходит. Дальше получилось, сейчас она в девятом классе, начала читать книгу и там все описывалось про вены. Внезапно ей стало плохо, она говорит, мам, мне плохо, скорее неси таз. Ее стошнило. Я говорю, Катя, что с тобой? Она говорит, мам, вот я прочитала и ты это все представила. Ей не надо заниматься ничем связанной с хирургией, то есть она врач по природе, ей надо лечить людей или животных, но при этом не связана с хирургическими какими-то манипуляциями, чисто терапия. После этого, когда я тоже задала, как ты будешь с хирургией, там же нужно будет вдруг операции делать, она говорит, мам, ты знаешь, я поменяла свое решение, я хочу быть психотерапевтом, помогать людям, у которых шизофрения. Ой, не надо шизофрения тоже, не надо, нет. Нет, вот, а она прям так сильно у тебя загорела. Потому что эта болезнь связана с духами. И поэтому лучше мужчинам этим заниматься, очень сильным психическим, которые способны побеждать духов. А женщины, у всех женщин психика чувствительная к духам. Им работать в этих психиатрических отделениях и там, где есть духи, влияние духов еще хуже, чем с венами. Опасно очень, духи влияют. Я видел прямо на моих, я на моих глазах видел, как одна девушка общалась с подружкой, у которой подружка заболела психическим заболеванием. И она заболела тоже. Просто в результате общения дух в нее вошел тоже. Она просто сильно хотела ей помочь, близко общалась, и тот дух в нее вошел тоже. Помогла ей. А еще можно вот как-то побороть этот страх с помощью, когда даже берут кровь с венами, она у нее... Не надо не бороться с этим страхом. Не надо. Это ее природа. Она такая по жизни будет всегда. Некоторые женщины боятся мышек, некоторые тараканов, некоторые вены. Некоторым звук не нравится сильный, некоторым свет. Некоторым не нравится из дома уходить. Ну, то есть у каждой женщины свое, что-то такое, чувствительность какая-то, зона повышенной чувствительности. И она не меняется в течение жизни. Это невозможно поменять. А тогда еще вопрос, а как она будет учиться в медицинском, если там тоже же практики будут? Или как я понимаю? Да, это знаете, я видел разных девушек чувствительных. Они как-то привыкают к этому ко всему. На время. Особенно там, когда, знаете, когда эти студенты, пацаны, они там, ну, что только не вытворяют. Там разок у нас стол лежал, там лежал труп. И этот, пришел преподаватель, говорит, а где моя ручка? И все сидят молчат, а ручка у трупа в руках. Он ее взял на время, подержать. Ну, тут вроде и смешно, и как бы. Ну, то есть студенты медицинского, что делать? У них такое мышление. Они привыкаются, смеятся просто, потом смеются и все. Пускай на терапевта учатся просто, врача или психолог. Ну, как есть психотерапиев, я для простых людей, не для психически больных. Когда у человека есть какие-то трудности с характером, пусть этим занимается. Продолжение следует...